Сказки о Фазиленде. Книга пятая. Страшные приключения на кладбище и тайное место встреч. Автор текста Михаил Радуга. Озвучил Илья Кнаббингов. Все знали, что хороший мальчик Фази любил завтракать маминой овсянкой. Но мало кому было известно, что еще больше он любил бабушкины пироги со смородиной. Бабушка жила далеко в деревне, и поездки к ней Фази всегда ждал с большим нетерпением. Конечно, дело было не только в пирогах. Бабушку он тоже любил. «Сынок, сегодня с прогулки возвращайся пораньше», сказала мама, убирая со стола тарелки. «Завтра поедем к бабушке». «Ура!» – не дал ей договорить Фази и побежал собирать свои любимые игрушки. Он складывал все нужные и ненужные вещи и одновременно представлял, как будет есть любимые смородиновые пироги. Бабушка же в это время обычно читала ему сказки и рассказывала интересные истории о своем детстве. Однако ближе к вечеру что-то случилось. Мама сказала Фази, что бабушка внезапно ушла в какой-то другой мир. Фази не совсем понял, что это значит. «А когда бабушка вернется?» «Фази, похоже, бабушка не вернется больше», – ответила ему мама. Она была очень расстроена и все время плакала. Этой же ночью Фази оказался в Фазиленде. Гуляя по темному лесу с дракончиком, он рассказал ему про бабушку. «Леодор, ты не знаешь, что это значит. Неужели я больше не обниму бабушку и не поем ее пирогов?» «Обычно это так, но не с тобой», – загадочно ответил друг. «Подумай хорошенько». Вдруг небо стало огненным. Похоже, дракон Фав понял, что Людор снова хочет помочь человеку. Дракончик быстро спрятался на снежной вершине, а Фази проснулся, так и не поняв, что тот имел в виду. Весь день Фази и Оби пытались понять, куда уходят умершие люди и что значит умереть. «Наверное, они улетают на самолетах в теплые страны», – предположил Оби. «Почему тогда мы не можем к ним прилететь на этих же самолетах?» «Вот ты глупый, Фази!» – с умным видом ответил Оби. «Потому что они не говорят, куда именно улетают. Как мы их найдем?» Они хотели спросить Астру, но она не захотела даже смотреть в их сторону, а уж говорить с ними тем более. Когда Фази решил применить уже проверенный метод таскания за волосы, то получил тумаков от Спара. Астра всячески показывала, что теперь он ее лучший друг. Спар давал ей поиграть своим дорогим радиоуправляемым вертолетом и катал на красном велосипеде. В голове маленьких мальчиков никак не укладывалось, что люди могут вот так запросто взять и куда-то пропасть. Как такое может быть? Больше всего Фази не понимал, почему это необратимо и от чего все горюют, как его мама. «Но ведь должен же быть способ увидеть бабушку. И где еще мне поесть таких пирогов?» «Выдумщик, сказали же, все, нет больше ни бабушки, ни пирогов». «Не может быть!» «Это твоего Фазилэнда не может быть!» «Точно!» От радости Фази едва не задушил своего удивленного друга в объятиях. «Там я ее и найду!» Обе лишь посмеялся, но Фази решил, что пирогов он все-таки поест. Разве это сложно найти в Фазилэнде бабушку и попросить ее их приготовить? Воодушевленный Фази уснул раньше обычного. Перед сном он представил, как будет пытаться попасть в Фазилэнд в волшебную минуту пробуждения. Проснувшись, он сразу начал представлять другой мир, куда должна была уйти бабушка. Буквально через несколько мгновений Фази почувствовал дикий ужас и холод. Он оказался в каком-то темном лесу. В свете луны он разглядел старые могилы и полуразрушенные склепы. «Я здесь, внучок!» Послышался бабушкин голос из одного большого старого склепа. Но Фази так испугался, что тут же проснулся. Он сильно любил бабушку и ожидал ее увидеть где угодно, но только не там, где оказался. Нужно было пробовать еще раз. Да и пугаться было как-то не по-мужски. А уж сдаваться упрямой Фази тем более не хотел. Второй раз Фази проснулся спустя час и снова попытался оказаться рядом с бабушкой. Но, увы, ничего не получилось. Тогда он попробовал взлететь. И мгновенно ракетой вылетел через крышу дома. Фази тут же полетел в сторону кладбища. Уже подлетая к нему, он снова ощутил сильный страх и холод. Луна, словно прожектор, высветила тот самый старый большой склеп. «Я здесь, внучок!» Опять послышался странный голос бабушки. «Иду, бабуль!» Фази попытался голосом не выдать свой страх, чтобы не обидеть бабушку. Но у него это плохо получалось. Когда он уже начал открывать склеп, неожиданно скрипнула дверь, и в ответ раздался громкий сорочий гвалт. Обуявший Фази ужас был столь огромен, что мальчик проснулся у себя дома в кровати. Так сильно Фази еще никогда в своей жизни не пугался. И все же его упрямство было сильнее. Он не стал дожидаться следующего пробуждения и мысленно снова представил себя на кладбище в Фазиленде. В следующее мгновение он увидел стены склепа и рывком открыл дверь, чтобы не успеть испугаться. Свет за дверью был настолько ярким, что ослепленный Фази прикрыл глаза руками. «Сюда, внучок!» На этот раз голос бабушки снова был неприятный и малознакомый. Фази поскорее убрал руки от глаз и осмотрелся. Но вместо бабули перед ним был Фав. Сразу стало понятно, почему было так страшно. «Все равно не увидишь бабушку и не поешь ее пирогов!» Угрожающе зашипел Фав, выпуская в сторону Фази языки пламени. Теперь Фази уже было ничем не испугать. Силой мысли он раздвинул землю и сделал огромную дыру в полу склепа. Фав не удержался и со стоном провалился в пропасть. Сдвинув землю обратно, Фази подумал, «Теперь ты не скоро мне помешаешь!» После этого он подошел к двери склепа и, представив за ней бабушкин дом в деревне, открыл ее. Фази сразу оказался у нее дома на кухне. Радостная бабушка тут же обняла его и посадила за стол есть пироги со смородиной. «Ох, и долго я до тебя добирался в этот раз, бабуль!» посетовал Фази с набитым ртом. «Ты у меня самый лучший внучок!» «Спасибо тебе за все!» Сказала улыбаясь бабушка и начала рассказывать ему смешные и грустные истории из своего трудного деревенского детства. Когда счастливый Фази проснулся утром, он был рад тому, что теперь мог есть бабушкины пироги хоть каждый день. Но затем ему в голову пришла просто гениальная идея. Получается, в Фазиленде можно найти кого угодно. Фази тут же составил список всех, кого он мечтал увидеть. Это были и супергерои из фильмов, и огромные динозавры, и известные спортсмены, и много кто еще. Обдумывая список, Фази подошел к окну и увидел Астру. Она гуляла с подружками и весело им что-то рассказывала. «Вот ты где со мной точно будешь дружить!» Единственное, Фази не мог понять, будет ли она помнить их встречи в Фазиленде. Но чтобы это понять, надо было пробовать. И как же он не додумался до этого раньше? Заключение от дяди Миши Дорогой друг, надеюсь, эта история тебя не сильно напугала, хотя она очень грустная, но в то же время поучительная и полезная. В жизни тебе пригодится умение встречаться с человеком, которого нет с тобой рядом. Теперь ты знаешь, что есть место, где можно найти кого угодно. Достаточно просто в волшебную минуту пробуждения попытаться увидеть этого человека или найти его за любой дверью Фазиленда. Странно, что наш герой не догадался там пообщаться с Астрой с самого начала, тем более, что она тоже знает про эту страну. Не сомневайся, Фази справится и с этой задачей. А пока ты сам можешь искать приключения в волшебной стране Фазиленд. Все 10 сказок на сайте фазиленд.ком